Всем привет, вы на канале Аксель Франк, жизнь в Австрии Сегодня про жизнь в Австрии Как правительство страны заботится о том, чтобы люди не беднели Раньше инфляция, последние достаточно много, последние десятилетия, составляла в среднем от 2 до 3% Была низкая, последние годы было и 6%, в 2023 году 5,3%, то есть инфляция достаточно высокая Соответственно, это несет риск благосостояния народа, доходы людей снижаются Но реально доходы людей не снижаются И есть два основных фактора, почему так происходит Во-первых, много шума делают профсоюзы Здесь в Австрии существует такая система социального партнерства Профсоюзы это социальные партнеры И ежегодно иногда доходит до забастовок Иногда все ограничивается угрозами забастовок Но ежегодно передоговаривается новый тариф Новая заработная плата для металлургии в этом году шумели сильно И по разным отраслям в среднем это вот в этом году от 8 до 10% роста заработной платы Что выше, чем инфляция Я про это сделаю отдельный ролик Где и сколько, в какой отрасли получают австрийцы А с другой стороны, есть налоги В Австрии налоги достаточно высокие И государство тоже идет навстречу людям С целью не допустить обнищания населения Уменьшения доходов населения В связи с инфляцией В связи с объективными такими факторами И здесь есть такое понятие Холодная прогрессия Оно было отменено в Австрии в 2023 году Вот в 2024 год Второй год подряд будет Отмена холодной прогрессии Что такое холодная прогрессия Есть прогрессивная шкала налога И человек, чем больше получает Он постепенно, когда его зарплата превышает какой-то уровень Он переходит на следующую шкалу налога На следующий процент Вот он платил 20%, он начинает платить 30% Соответственно, вот этот такой переход Приводит к тому, что незначительное повышение зарплаты Вот тебе повысили на 100 евро Но у тебя доход твой не увеличится на 100 евро За счет того, что ты перешел в новую налоговую Вот эту налоговую тариф У тебя реальное повышение будет гораздо меньше И инфляция его, скорее всего, съест То есть наблюдается картина Когда вроде бы у тебя зарплата повышается А реальный доход у тебя не растет С этой проблемой сталкиваются все страны Где есть прогрессивная шкала налога И разные страны по-разному решают вот эту проблему Пару слов про инвестиции Если вы хотите научиться работать на фондовом рынке с нуля И сделать это максимально правильно, не допуская грубых ошибок Пройдите обучение на платформе BitMarket Ссылку на платформу я дам в описании Там помогут сформировать какой-то разумный портфель И проконсультируют по всем вопросам Надо ко всему подходить системно Платформа BitMarket позволяет это сделать Есть Швеция, Швейцария, Испания, Мексика Там есть какие-то свои способы решения, способы компенсации Вот Австрия пошла по пути компенсации Отмены холодной прогрессии Каким образом? Ежегодно, в зависимости от уровня инфляции Вот эта шкала подоходного налога Она корректируется Соответственно, чисто по шкале 11 тысяч евро, например, не облагается Доход годовой 11 тысяч евро налогом не облагается вообще Но, в зависимости от уровня инфляции От каких-то факторов, которые вычисляются Вот эта граница может повышаться В 2023 году она больше 12 тысяч Соответственно, путем уменьшения налогов Компенсируется, инфляция компенсируется Вот это снижение, потенциальное снижение Уровня жизни людей, уровня жизни населения Государство от этого теряет Государство получало вот это холодной прогрессии В среднем полтора миллиарда евро в год Сейчас более миллиарда будет распределяться Возвращаться назад населению Наиболее выиграют от этого Низкооплачиваемые и люди со средними доходами Доходы по разным категориям По разным категориям выигрыш разный Но для тех, кто получает, например, 2 тысячи евро в месяц Это зарплата, это невысокая зарплата Это достаточно низкая зарплата Им вернется 640 евро в течение года То есть эти деньги им вернутся На эту сумму будет уменьшен налог, который с них берут То есть таким образом государство Компенсирует людям за счет себя То есть государство получит меньше доходов Но людям компенсируются Возможные потери Из-за изменений экономических условий В конечном итоге все это Естественно ведет к повышению Это повышение покупательной способности Это те же полтора миллиарда Те же миллиард с лишним, которые вернутся людям Они же вольются в экономику в виде покупок В виде каких-то средств И людям будет проще жить То есть Австрия это социальное государство В котором вопрос уровня жизни населения Вопрос качества жизни населения Имеет принципиальное значение И здесь как бы Вот сейчас вот эти реформы Проводит правительство правое Теоретически так как у нас Левые они за рабочий класс Правые они за предпринимателей За буржуазию И должны вот интересы буржуев защищать А не пролетариев А нет, ну нет, ну нет Вот от этих мер Меньше всего выигрывают люди С высоким уровнем дохода Ну они практически ничего не выигрывают От этого Хотя шкала была снижена Вообще шкала Я в свое время платил налоги 55% доходили Сейчас до 50% снизили Ну это от миллиона там доходы Это надо очень высокие доходы иметь Чтобы платить такой налог высокий Но в целом было 35% Например, до 30% снизили Ну то есть произошло общее снижение налогов Поэтому в Австрии в принципе Вот да Есть низкооплачиваемая группа населения Есть группа населения, которые получают низкие доходы Но их уровень и качество жизни Несопоставимы с уровнем и качество жизни Малооплачиваемых таких групп в бедных странах Интересно, что я как-то говорил Это неоднократно мне доводилось читать, смотреть Что такое бедность по-австрийски Ну я не беру экстремальные варианты Да, вот в Австрии тоже можно, наверное, в Вене найти бомжа Но это уже вопрос психики Психики и вопрос вредных привычек, наркотиков и так далее Чем вопрос, что у человека нет доходов на то, чтобы жить как-то Это уже личный выбор, собственный выбор Что такое бедность по-австрийски Бедность по-австрийски Человек будет жить, во-первых, в некотором помещении В нормальных условиях Для этого есть социальное жилье Которое с очень низкой платой за аренду Или платой вообще освобождается человек Если доходы у него не позволяют платить Это компенсация отопления Низкооплачиваемая категория Им компенсируется Вот есть дотации, пожалуйста, пиши заявление тебе В зависимости от того, какой у тебя котел Там дрова, тебе дрова дадут, жидкое топливо У тебя жидкое топливо в объеме, который тебе позволит не жить в холоде То есть человек будет жить в каком-то нормальном жилье В Австрии вообще ненормального жилья нет Если так по городам покататься, по селам Человек будет жить в тепле при этом То есть он не будет мерзнуть Человек будет сыт То есть есть специальные дотации Есть специальные пункты И ты просто получаешь продукты И ты приходишь, и тебе дадут продукты Ну это для малообеспеченных Мы с этим сталкивались У нас беженцы из Украины Которые у нас первое время Пока они не устроились немножко Просто есть место, куда ты приезжаешь И вот для беженцев, для людей, живущих на пособия Там тебе дают продукты То есть они не голодают ни в коем случае Но у бедных в Австрии остается очень мало денег Или не остается денег вообще на развлечение Они не могут себе позволить, например, кататься на горных лыжах Потому что стоимость вот такого катания Она достаточно высокая И не могут себе позволить Они могут себе позволить круизы и так далее То есть австрийская бедность Это человек живет Он сыт, одет, обут Живет в тепле Но у него нет денег на какое-то свободное время на развлечение И это немножко отличается То есть человек не терпит каких-то физических страданий Это в том числе государство помогает в этом Я сделаю ролик про зарплаты, как обещал Как выросли зарплаты вот в 2024 году по сравнению с 2023 годом На этом все Пока-пока